Здравствуйте, я Ганчева Анна, аспирант кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ. Мне интересны вопросы психологии и физиологии восприятия, зрительные вестибулярные иллюзии, иллюзии движения, зрительные вестибулярные нарушения и использование знаний из этой области в аэрокосмической сфере, например, при создании авиационных тренажеров. Тема моей диссертации связана с изучением феномена зрительного и вестибулярного конфликта, который наблюдается в том числе и у летчиков. Его симптомы, симптомы укачивания, такие как тошнота, головная боль, головокружение, дезориентация, хорошо описаны, однако механизмы до сих пор до конца неизвестны. И в своей работе я пытаюсь их прояснить. В исследованиях мы используем окулограф для того, чтобы анализировать движение глаз в виртуальной среде. И наша виртуальная среда — это вращающаяся среда с черными и белыми полосами. Я закончила факультет космических исследований МГУ, и тема авиационной и космической биологии и медицины мне очень близка. В ней много неизведанного, много междисциплинарных задач, которые объединяют людей разных профессий и специальностей — инженеров, ученых, программистов, врачей. В области космоса — это поиск ответов на вопрос о том, как может существовать и поддерживаться жизнь не в обычных, земных, а в экстремальных условиях в невесомости в изолированном космическом корабле, который подвержен изменению температур и действия космической радиации. Также это изучение изменений физиологического и психологического состояния космонавтов на Земле и во время полета на разных его этапах, то есть при запуске, непосредственно в ходе полета, который может продолжаться несколько месяцев, и при возвращении на Землю. В области авиации — это изучение изменений психофизиологического состояния летчиков и возможностей улучшения тренажеров для того, чтобы поддерживать профессиональные качества пилотов. На графиках мы можем видеть визуализацию сырых данных, полученных со стабилометрической платформы при выполнении нескольких тестов. Тесты выполняются у нас до полетов и после полетов. Далее, впоследствии, мы анализируем эти данные, там изменения положения центра давления, и делаем вывод о том, насколько сильно маневры во время полетов повлияли на поддержание равновесия у испытуемых. Мне кажется, авиационная и космическая биология, и психология — они обыкновенно интересны. Они включают в себя решения как фундаментальных вопросов, так и прикладных задач. Это очень творческая работа, в ней мало рутины, и она объединяет специалистов из разных областей в одном проекте, что дает возможность каждому из участников взглянуть на проблему с разных сторон. На фестивале науки я бы хотела рассказать непосредственно о космических, биологических и психологических исследованиях, которые проводятся у нас в стране и за рубежом, как в наземных условиях, так и в ходе полетов. Субтитры создавал DimaTorzok